Всем привет! Меня зовут Людмила Батакова и добро пожаловать на мой канал, дорогие подписчики и гости. Если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно им становитесь. Как-то в одном видео я сказала, что очень-очень рекомендую каждые 5 лет пересматривать свое отношение к себе же, к своим привычкам, к своему стилю, к своему питанию, ко всему, что касается продолжительной жизни. Вы часто спрашиваете меня, что именно нужно делать и когда. Очень все индивидуально. Многие сейчас женщины после 40 выглядят просто превосходно и прекрасно. Тем не менее, уже после этого возраста нужно многое в себе пересмотреть, потому что именно примерно к 40 годам наш процесс, который отвечает за наше хорошее состояние, за нашу молодость, то есть это метаболизм, обменные процессы, обмен веществ, замедляются, значительно замедляются. И именно поэтому в этом возрасте нужно пересматривать. Те из вас, кто живет не в южном климате, то есть не в климате с постоянной, относительно постоянной погодой, то вы хорошо знаете, что такое сезон. Сезон зимний, осенний, весенний, летний, они отличаются друг от друга. И когда на смену лета приходит осень, мы меняем одежду, зимой одеваем уже рукавицы, пуховики и так далее. Точно так же и с нашим отношением к своему собственному здоровью, чтобы оно у нас с вами было, чтобы мы сохранялись максимально долго такими, какими мы должны быть генетически, предрасположенности наши генетические, чтобы мы могли выправить свое здоровье утерянное, и чтобы мы могли исправить какие-то изъяны, потому что исправить можно практически, в 99% можно исправить уже утраченное здоровье, можно вернуть себе даже внешнюю молодость, ее подредактировать. Я не говорю сейчас об операциях, пластических или об уколах красоты, я говорю именно о здоровье изнутри. И это действительно возможно, там есть не только мой опыт, опыт у очень многих других женщин, и поэтому начинать нужно всегда, вы же понимаете, здоровье, красота и молодость, все это находится изначально внутри, именно там, внутри нас, на клеточном уровне. Вот как говорю, интересную тему, солнышко даже вышло у нас, как ни странно, целый день было темно, вообще темно, такая погода холодная и сырая. И с организмом, чтобы он функционировал нормально, чтобы он функционировал четко, именно вот это нас интересует. Надо его правильно кормить, надо за ним ухаживать, надо его чистить, надо его питать. Вообще-то очень многие болезни, даже серьезные, можно выправить в том числе и правильным питанием. Поэтому изнутри мы сначала смотрим на себя, изнутри принимать коллаген, лицетин и биосил. Где-то здесь обязательно я оставлю ссылочку на видео, где я подробно об этом рассказывала. Что такое коллаген, что такое биосил, лицетин, для чего они нужны и как их принимать. Конечно, разумеется, нужно, чтобы организм был чистым. Периодически нужно его очищать от шлаков, от токсинов, от гельминтов. Про гельминтоз в одном видео тоже я рассказывала, что один из методов, это молотая гвоздика. Ее нужно принимать 30 дней, начиная от граммулечки, там на кончике ножа, да, постепенно за 30 дней доводя до целой чайной ложки. А потом есть ее постоянно, но один раз в месяц по чайной ложке. Здесь самое главное, чтобы достичь эффекта, это нужно делать постоянно. Поэтому 30 дней подряд вы наращиваете дозу, значит, молотые гвоздики, а потом только по чайной ложке. Этого уже будет достаточно, вы уже почувствуете себя покрепче. Если только у вас нет какой-то реакции на именно гвоздику, потому что это пряности, и пряность такая достаточно острая. И если есть какая-то реакция, замените чем-то другим. То есть организм нужно держать в чистоте. О правильном питании мы сегодня не будем с вами говорить, потому что это большая тоже тема. Но вы же понимаете, что нужно при замедлении метаболизма нужно менять питание, нужно смотреть со собой, следить. Ни в коем случае не заниматься обжорством. То есть состояние тяжелого желудка не должно быть. Но и в то же время нельзя быть голодным. Потому что именно начиная с возраста 40-45 лет любое недоедание очень негативно отражается на нервной системе. Мы испытываем стресс. А стрессы нам ни к чему. И так очень много гормональных изменений. Чем старше, тем больше. Зачем нам лишние стрессы? В общем, старайтесь привести во внутренний баланс свой организм. Для этого существуют различные практики. Для этого существуют биологически активные добавки. Кстати, тоже думаю записать отдельное видео, потому что что-то я стала замечать, что люди опять поговаривают как-то очень негативно о БАДах. А я же много рассказываю о БАДах. Я давно с ними дружу, очень давно. И тем более я рассказываю о тех БАДах, которые покупаю на iHerb. И я знаю, что такое БАДы. Я знаю, что они очень полезны. Поэтому как-то нужно посвятить тоже отдельную тему, именно рассказать вам. Мы едим просто биомассу. Но, к сожалению, в большинстве случаев в тех продуктах ничего нет. Они казенные. Они выращены на полях, на каких-то чужих, которые собрали урожай и привезли для того, чтобы продать. Это казенный продукт. Он ничего в себе не содержит. Это хорошо, если он ничего в себе не содержит. Никакой, допустим, информации. А если он еще информационно, негативно заряжен, так это просто кранты уже. Прежде чем что-то положить в свой организм, нужно очень хорошо подумать, что мы делаем. Поэтому это в смысле БАДы как раз максимально безопасно. Хотя там тоже есть тонкости. Вот это изнутри. Очень многие люди говорят так. Ну, я себя хорошо чувствую. А потом БАЦ! Как было в каком-то анекдоте. Вторая смена. И человек вдруг заболел. То есть он был здоров, здоров, здоров. И тут вот что-то происходит, и он заболевает достаточно серьезно. Почему так происходит? Потому что для того, чтобы человеку заболеть, нужно очень-очень постараться. У организма очень много степеней защиты. Если начинает некорректно функционировать один орган, автоматически ему на помощь приходит соседний. И он несет двойную нагрузку. Но организм нас предупреждает. То ли одышкой, то ли мешочки под глазами, то ли плохо спим, то ли что-то потянуло, то ли что-то заболело. Обязательно организм нас оповещает об этом. Но мы в силу того, что очень заняты куда-то вечно, спешим, бежим. Нам же некогда посидеть пять минут, пять минут в тишине. Или вот медитативную музыку. И подумать о себе, послушать себя. А если некогда, значит мы получаем то, что получаем. И вот когда происходит уже разбалансировка, именно в тот момент происходит ухудшение состояния здоровья. Но предупреждения идут. Так вот, чтобы понять, что происходит сейчас в организме, на какой он стадии, нужно обязательно пройти диагностику. Проходите ее так, как вам удобно. Но я говорю только о проверенных. Это диагностика по технологии странник, с консультацией врача. Я внизу опять оставлю ссылку на эту диагностику. Она происходит прямо вот у вас дома, перед вашим компьютером. А вот уже консультацию врача, расшифровку вашей диагностики вы получите через скайп. Врач Андрей Росомахин. Стоит она полторы тысячи рублей. Неважно, в какой стране, в каком городе вы живете. Это доступно всем, у кого есть интернет. Следующая, это диагностика, о которой я еще не говорила вам. Диагностика очень похожа на диагностику по методу Фоли. Я один раз показывала в моих видео приборчик, который является уже терапевтическим, он является лечением. А диагностика, она вот, я тоже оставлю ссылку, вы посмотрите, как она происходит. Это диагностика, которую тоже вы можете пройти у себя дома, но надо прикупить прибор. То есть это подороже будет. Но тут уж вы будете просто все, хоть каждый день делайте себе диагностику и смотрите на состояние своего здоровья. То есть рассматривается тоже все системы организма. И что в технологии странник, что в этой технологии доволновая терапия рассматривается организм на клеточном уровне. Именно эта диагностика, вот такая диагностика на клеточном уровне в свое время спасла меня. Вот именно спасла. Я чуть-чуть была на пороге уже такой болезни, как полиартрит и бронхиальная астма. Вот только благодаря такой диагностике, вот въедливой, да, удалось все очень быстро локализовать эту проблему. И именно через питание и курсы, сеансы цветотерапии я помолодела, похорошила, похудела на 13 килограммов. И просто вот началась другая и новая жизнь у меня. Это точно. Если вы не хотите или не верите в те диагностики, что я вам рассказала, вы можете пройти диагностику, может быть, у вас в медицинском центре. Ну, в общем, так, как вы привыкли, так, как вы то, чему вы верите. Это самое главное. Вы должны этому верить. Снаружи я уже тоже где-то один раз говорила, уже прям всем рассказала, что сейчас я для себя прохожу некое такое тестирование. Это двухкратное умывание, значит, гидрофильным маслом и специальной пенкой. То есть такой, это японская методика. Вот, ничего не могу наоборот сейчас вам пока сказать. Вот, мне все вроде бы как нравится, но там есть некоторые нюансы. И вот сейчас, когда эти нюансы переживу, скажу вам, насколько это работает, но состояние кожи, конечно, стало другим. И мне это нравится, но это еще не конечный результат. Но за лицом нужно ухаживать правильно. То есть поры должны быть чистыми, не забитыми. Поэтому используйте крема, сыворотки, только проверенные. Конечно, в данном случае я бы вам очень рекомендовала найти хорошего косметолога. И я вот вас уверяю, что если вы сдадитесь такой целью, то вы обязательно найдете хорошего косметолога. Какой косметолог хороший? Ваш. То есть он может быть очень именитым косметологом, он может быть известным, он может быть очень талантливым. Но если вы вибрационно не совпадаете с этой личностью, с этим человеком, то вряд ли он вам поможет. То есть вам нужно совпасть с человеком. И когда вы перейдете в 1, 2, 3, 4, 5 салон, ну, может быть, вам повезет, и у вас сразу будет свой косметолог, или он у вас уже есть, да, поэтому вам повезло. А вот я как-то очень долго бродила-бродила, но совпала с косметологом. И это сразу дало свои результаты. То есть хороший косметолог, ваш косметолог, он сразу видит, что нужно, вот на что нужно обратить внимание вам сейчас, в данный момент. Проконсультируйтесь также у вашего косметолога, что нужно в домашнем уходе для вас использовать. Поэтому такие нюансы видят специалисты. Мы этого не видим. И не покупайтесь на рекламу, ой, как бы так сказать, покрасивее, чтобы, ну, никого не зацепить, да, на рекламу просто каких-то косметических уходовых средств. И, как говорит мой косметолог, зачастую все это маркетинговые ходы. Как выгоднее продать. А вот, как правило, хорошая косметика, она, ну, почти не рекламируется. Но одну из таких косметик я сейчас тестирую. И если мне понравится результат, я вам об этом расскажу. В принципе, я такую раньше даже не слышала. То есть есть три сейчас бренда таких, да, но они относятся к профессиональной косметике. Три коллекции, которые я потихонечку сейчас тестирую, они и есть в свободной продаже. Поэтому поговорим об этом. Тело. Что с лицом, то же самое с телом. Мышцы не должны быть спазмированы. То есть не должно быть... Такая спазмированная мышца. Это когда вы, допустим, долго находились в какой-то одной позе, и у вас мышца, ну, как бы, закостенела. И вот она, она может быть очень плотной, да, спазмированная мышца, и может встать неправильно. Вот поэтому на лице вот вы можете сами себя так тщательно сейчас все лицо так прощупать, да. Не должно быть никаких уплотнений. Точно так же и с телом. Часто очень болит вот этот вот плечевой поз, здесь мышцы, или где-то там в подреберье, или где-то на спине, или здесь руки, плечи. Все это результат того, что мы там неправильно, долго сидели в неудобной позе, неправильно спим, стресс. Если человек находится долго в стрессе, то может быть смещение позвонков. Ну, наблюдайте за своим телом обязательно. И здесь у меня такая рекомендация. Хотя бы один раз в месяц, если вы не можете чаще, да, но хотя бы один раз в месяц обязательно ходите на массаж. На хороший массаж. Здесь тоже нужно найти хорошего массажиста, который не просто погладит вас, да, а сделает массаж, потому что они есть разные, разные названия, там, керала массаж, там массажа вообще более пяти тысяч лет, колецистические массажи. То есть там, где специалист не водит по линиям, к которым его научили, да, а он ищет ваш блок, да, там, где мышцы спазмированы, начинает ее разминать. Потому что вот этот вот спазм мышцы, он не дает правильно течь энергиям вашему организму. Он блокирует как раз поступление и питательных веществ, и жизненной энергии в эту часть вашего тела. Если есть такая возможность, периодически делайте тайский массаж. Вот я расскажу, что я до недавнего времени думала, что тайский массаж, это массаж, ну какой-то там массаж определенный, да, но главное, который делают тайцы. Вот это тайский массаж. Вот. И очень долгое время у нас в Йормале нельзя было найти такого специалиста, его чудо, он появился, небольшая такая хрупкая девушка. Тайский массаж, то есть массаж, при котором очень часто используется вес собственного тела массажиста, и этот массаж еще называют пассивной йогой. Но после такого массажа выходишь, правда, как будто бы тебе делали растяжку на йоге, тебя тянули все руки, ноги, плечи, спину. И потом это такой кайф, ты чувствуешь, что у тебя все, твое тело, оно все работает. Потрясающе просто. Вот если у вас есть тайский массаж, есть возможность походить на него, тоже периодически ходите, как почувствуете. Для лица, так же, как и для тела, массаж – это лучшее, что можно вообще придумать. После хорошего массажа, ну, человек сразу молодеет, причем как после массажа лица, так и после массажа тела. Выходишь просто помолодевший, прямо на глазах наполняешься. Знаете, такая, вот чем отличается молодое лицо от немолодого. Молодого лица такая легкая припухлость, такая вот молодая. Вот мы с вами прошлись внутри, снаружи и то, что касается самого, наверное, тела, да, массажа. А что еще? А что еще нужно делать? А еще есть то, что нужно делать обязательно. Это работать со своим головным мозгом и со своей нервной системой. И в этом случае очень подойдет музыка, прекрасно помогает расслабиться мозгу. Она написана в таких тактах, по-моему, это называется, да, меняется ритм каждые 30 секунд. И вот это напряжение расслабления очень положительно влияет на восприятие нашего мозга. Он так отдыхает. То есть отдых нервной системе, отдых головному мозгу, который постоянно, знаете, чем опасен наш головной мозг, он все время включает какую-то пластинку, он все время докручивает и накручивает нас, он все время заставляет нас о чем-то думать, о чем-то переживать. Так вот, нужно дать тоже ему расслабление определенное. И вот в этом прекрасно помогает музыка. Утром собираетесь на работу пять минут. Я тоже внизу дам ссылочку. А если мозг озвучит в доме, то еще ваше жилье наполняется тоже вот эта положительная энергия. И вы, и ваш дом. Попробуйте. Можно слушать мантры, можно... Мы тоже в интернете очень много сегодня на ютюбе есть видео гармонизирующих, которые наполняют положительной, целительной энергией, которые способствуют омоложению. Есть такой канал Лени Рассоловский. Я тоже оставлю ссылку, чтобы вы сразу могли найти. Вот пока у меня такие наблюдения. И если выделить что-то основное из всего того, что я сказала, да, в основном, конечно, нужно слушать свой организм. Вы не едите сладкого, потому что вы знаете, что ты это выполняешь. Но организм требует. Он говорит, дай, дай, мне надо. Дайте ему. Не ограничивайте, не запрещайте себя, потому что мозг питается вообще только глюкозой. Может быть, мозг перенапрягся, может быть, был какой-то стресс. Ну, мы не знаем. Но если есть потребность в этом, обязательно съешьте, успокойте нервную систему. Да, если ты очень хочешь, я могу съесть этот кусочек. Но самое главное здесь очень прослеживать свое состояние после приема пищи. Как вы себя чувствуете? Должно быть легко, не должно клонять в сон. Есть такая программа, она называется «Ешь и худей». Так вот, ее основа состоит в том, что когда вы принимаете еду, то вот у вас, допустим, перед вами лежит кусок мяса и овощи, или, может быть, даже картошка. Не проблема. начинайте есть с самой тяжелой пищи, то есть это мясо. Значит, первое, что вы берете, отрезаете кусочек мяса и пережевываете его, глотаете. Что делает в этот момент организм? Организм оценивает, что поступило в желудок и как нужно это перерабатывать. Там же есть сочетание всяких кислот и кислоты выбрасывает организм в желудок в зависимости от того, что в него попало. Он не будет перерабатывать помидор, так как перерабатывает мясо. Поэтому он бросает мощную армию на переработку мяса и дальше после этого можете поглощить все, что угодно, переработается все, перетрется. Вот такая информация, которую я, в принципе, никогда нигде не слышала, но есть, была, вернее, такая возможность пообщаться с профессором по питанию и ему уже 80. При этом он активный, жизнерадостный, стройный при этом. Вот, зная такие тонкости, тоже можно питаться так, как хочется, но все равно нужно при всем при этом слушать свой организм. Сегодня я сделала такое общее видео о том, как нужно пересматривать, как и что нужно пересматривать, каждые 5 лет после 40. Уже чуть позже я подробно разберу, как с моей точки зрения это выглядит, как нужно изнутри себя чистить и настраивать, как относиться к питанию, все-таки как ухаживать за лицом в этом возрасте. Я очень буду рада услышать ваше мнение, ваше впечатление, ваши мысли. Напишите, пожалуйста, как вы поддерживаете себя в хорошем настроении, что вы делаете для своего здоровья, занимаетесь ли вы спортом или чем-то еще, как часто вы делаете диагностики, знаете ли вы, что у вас там внутри творится в вашем организме. очень рада была с вами сегодня увидеться. Тема у нас с вами впереди еще много для разбора, поэтому обязательно будьте со мной, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажмите на главную страницу канала на колокольчик, так вы будете получать сразу же, как только выходит мое видео, вы будете сразу получать оповещение о том, что новое видео уже на канале, и вы сможете сразу же его посмотреть, и не надо будет искать, где же новое видео, которое в мелом выпустила, но обязательно поддержите меня пальчиками вверх, мне это очень, 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 очень помогает и заряжает меня энергетически на новые, новые видео. Желаю вам на следующую неделю хорошего настроения, конечно же, море положительных эмоций, не обращайте внимания на злых людей, на завистников, будьте счастливы, дарите миру любовь, мир ответит вам тем же. Ну, а с вами сейчас я попрощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока. Ну, пока-пока. пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok